Привет, друзья, подписчики мои. И сегодня, буквально перед Новым Годом, прямо для вас специально я приехал в самый огромный детский мир. Ну, на планете. Я не знаю, конечно, сколько он огромный, но этот самый большой из всех, что я видел. Потому что, посмотрите, какие огромные буквы висят сверху. И это просто рай. Как раз перед Новым Годом вам купить подарок себе. Возможно, купить, попросить родителей купить вам подарок. Здесь, более того, есть огромный салон, огромная каруселька. Сейчас, не знаю, работает или не работает. Посмотрим, что появилось из Нового. Посмотрим, на что скидки. Погнали! Друзья, смотрите, сразу при входе новогодней ярмарки машинки Hot Wheels. До 50% скидка в ассортименте. Очень много всего интересного. Hot Wheels это очень круто. Тут вообще желтая тачка, мне кажется, отличная. Дальше Minecraft Dungeons. То, что вы все так любите. Люди интересуются. Здесь, кстати, о, слушай, какая крутая штука. Посмотри, веселый призрак, который светится. Видимо, стойка от Hide and Sight. Но Hide and Sight, к сожалению, серия закончилась. Да и, слава богу, наверное, дальше. С другой стороны у нас стоит... А, вон Hide and Sight распродажа, получается, уже идет. А я, кстати, хотел наборчик с машинкой, но здесь я такого наборчика не вижу. Дальше машинки Hot Wheels на пульте управления. Я здесь сбоку слева вам не видно, и рукой размахиваю, как будто вам что-то говорю. Как будто показываю. Дальше здесь у нас еще есть летательные аппараты со скидками. Видать, без скидок не берут. Да и со скидками тоже такое себе. Новогодние елочки. Все красиво, украшено, друзья мои. Бэйблейди, конечно, возможно, кстати, Дедушка Мороз мне под елочку положит вот такой большой шикарный набор. И он, кстати, сейчас... Он сейчас, кстати, друзья мои, со... Нет, со скидкой... Не пойму, что со скидкой. Но такое... Как удачно вовремя, ребята, заговорили. Короче, здесь одно старье. В принципе, все это уже есть на канале про бэйблейды. Поэтому такие дела. Идем, друзья мои. Есть огромный выбор просто одежды. Просто огромный зал. Но мы это сегодня не за этим. Мы сегодня здесь посмотреть игрушки. Есть очень много лыжи, санки, коньки, хоккейный набор. Какие-то пампушки, ватрушки. Много всего интересного. Скидка на хотвилсы. Кстати, можно их покупать со скидками. Это хорошо. Идем дальше, друзья мои. Смотрите, машинок на пульт управления огромное количество. Просто здесь... Ну, реально, я для вас стараюсь. Приехал в самый огромный детский мир. Очень много всего интересного. Очень много всего интересного. Блин, машинка Доминика Торетто из Форсажа. Чарджи. Ну, великолепно просто. Идем потихонечку дальше. Здесь у нас... Ой, я там что-то уронил. Здесь у нас еще машинки. Подводные лодки. Ничего себе. Танки. Военная какая-то техника. Огромный выбор технопарка. Только посмотрите, сколько здесь удивительных машинок. Ребят, ну это же просто замечательно. И вот здесь еще машинка. То есть, реально, здесь, мне кажется, вот... Я просто работал в магазине, в продаже. Ко мне часто приходили и спрашивали. Мне нужна машинка вот эта. Но у меня выбора, конечно, особо не было. Именно машины. Потому что, ну, типа, я... Ну, ради вот одной машинки, серьезно, мне где-то находить заказ. Тут же не угадаешь. Потому что кто-то просит гелик. Кто-то просит ладу приор. Кто-то просит такси. И, типа, для всех не угадаешь. Мы закупали один, ну, как бы, общий ассортимент. А там уже работали с тем, что есть. О, кстати, револьверы, друзья мои. Вау! Look at that! Это я пришел по адресу. У меня уже есть один револвер. Смотрите. С хабурой. Ну, это какие-то совсем маленькие. У них хабура больше, чем они. Слушай, вот этот я наборчик уважаю. Техас. Как мне нравится здесь. И здесь, более того, скидка. Единственное, я не знаю, на что тут скидка. Вряд ли на эти наборы. И здесь, на самом деле, такая же история, как и везде. Везде все сбито, перекружено. Вот этот, конечно, крутой. А, нет, здесь поинтереснее еще. Вот это я уважаю. Смотрите. Вау! Вот такого, ребята, у меня нет. Но у меня, кстати, есть... Вы знаете? Или у меня вот такой? А, нет, у меня, вроде, чуть больше барабанная часть. Мне кажется, в каком-то ролике я уже вам засветил свой револьвер. Я не помню. Но вот такой с хабурой может быть. Может быть. Дальше есть потрясающий карабин. Он, кстати, очень легкий. Эта часть металлическая. А передняя пластика. И вот сзади чеп-переклад тоже пластик. Ну, такое. Много всего. Есть вот такой какой-то забавный. Дальше. Огромное количество интерактивных игрушек от компании Сильверлиц. Все жду, когда со мной свяжутся. Дадут что-нибудь на обзор потестить. Потому что я бы не против. С другой стороны, с трансформеры. Здесь у нас аналоги Nerf Zuru X-Shot. Тоже великолепная игрушка. Мне тоже нравится. Цена дешевле, чем у Hasbro. Ой, у Hasbro. У Nerf. Дальше. Здесь у нас идут еще какие-то интерактивные роботы. Опять же, продолжаются летательные истории. Но они уже без скидки, к сожалению. Здесь еще роботы. Вау. Киберрука на пневмоприсоске. Ну, вот вопрос. Детский мир. Камон. Чего у вас с ценами? Посмотри. Вот сколько стоит рука? Валяются пульки. Я считаю, надо бы прибраться. Но с другой стороны, я понимаю, что магазин огромный. Цены, в принципе, дешевле, чем в той руке в кораблике. И здесь особо люди не следят ни за чем. Пульки для бластеров Nerf. Вот, девушка, кстати, расставляет. Это хорошо, это приятно. Идем дальше. Огромный стенд Nerf. Огромный стенд Nerf. Посмотрите. Я так полагаю, это, который интерактивный бластер. Это интересно. С другой стороны, у нас еще стоит сверху Nerf. Вообще странно, что они так раскидали. Здесь Nerf, там Nerf. Непонятно. Еще человечки. Вот эти человечки. У нас Global Bros. Они без скидки. По скидке брать можно. Ну и без скидки, наверное, если прям, ну прям горит у вас на них, то, конечно, да. А так, не знаю. Пиратский корабль огромный, красивый. Посмотрите. Здесь у нас еще Nerf. Кстати, вот эти Nerf будет скоро обзор. Мне, ребята, зашлют огромную коробку. Огромным за это спасибо. Дальше. Здесь у нас Nerf Ultra. Тоже мне присылали. Вот такой уже есть на канале. По Fortnite. Очень много, кстати, появилось с Fortnite. То есть у Hasbro, у Nerf есть отдельные уникальные линейки. Типа там по Звездным Войнам, еще почему-то. Но они очень быстро заканчиваются. По Fortnite. Это мега какая-то коллаборация года. Очень много всего интересного. Дальше у нас здесь стенд Lego Hidden Side. То есть вы можете прям прийти поиграть здесь. У нас здесь есть Джейк и его красивый слизень. Какой-то странный полус-слизень. Здравствуйте. Как мы удачно вас встретили. Что у нас такое? Рассказывайте. У нас есть и много положения. Так. Именно дополненные реальности. Угу. До этих наборов. Так. Это замок. Угу. Дальше у нас идет автобус. Заброшенное метро. Угу. И Марио, где мы можем сдавать уровни. И проходите. Ребята, вы так просили Марио, но я до него так и не дошел. Вот такой вот. В принципе, я могу купить всю линейку. Вам показать. Но я не знаю, надо ли вам в комментариях. Вы бы напишите, пожалуйста, мне. Прикольно, интересно. А вот это что такое? Это бесплатно вы даете? За покупку. За покупку чего? За покупку вот этих наборов. Угу. Можешь получить подарок. Понял, понял. Класс. Ребят, смотрите, целый стенд Супер Марио. Ребята занимаются. Здесь, кстати, более того, есть Нерф Арена. То есть вы можете взять какой-нибудь бластер Нерф и пострелять в мишень. Я не знаю, у меня сейчас получится сделать по фану, нет? Ха-ха-ха, ничего не работает. Ладно, идем дальше. Продолжим отправляться в мир Лего, друзья мои. В этом детском мире огромное количество Лего. Единственное, что, конечно, ну, немножко, ну, вот не следят. То есть, да, вы видите, дыры и так далее. Надо бы подправить. Но вот так, если прийти, купить набор со скидкой, мне кажется, детский мир самая адекватная для этого истории. Потому что Лего здесь, ну, просто завались. Да, ох ты, е-мое. Смотри, какой наборчик. Я так его хотел. А он со скидкой. Ну, вот стопун... А, нет, перехватчик на кино со скидочкой. Ребята, если что, да. Опять же, к свинке. Я не особо, честно, люблю снимать обзоры в детских миров. Потому что, во-первых, тут играет музыка. Нам могут снять баблишек с этого ролика. А с другой стороны, в принципе, ассортимент плюс-минус одинаковый. То есть, я, скорее всего, в следующем году... Это такой ролик, финализирующий этот год. Показываю вам все уже игрушки. Я должен был это сделать. Но, наверное, в следующем году таких роликов не будет. Будет просто, допустим, если я увижу что-то для вас интересное. Вот, например, посмотрите. Кайло Рен за 600 рублей. Вообще нормально. Если я что-нибудь для вас увижу интересное... Кстати, смотри, Майнкрафт Данджинус. Опять я его нашел. И вот, кстати, волшебные колбы, зелья. Все дела красивые здесь есть. Но вам бы сказали, вам это неинтересно. Так что брать не будем. С другой стороны, у нас стойка с дикими скритчерами. Хотя сверху написано Nickelodeon. О чем я говорил? Что если реально увижу интересные скидки, халяву, акцию, я, конечно же, вам это скажу. Но скажу я вам об этом в сторис или еще куда-нибудь. Вот, например, BotBots серия 5. Посмотри. Со скидкой 249 рублей. Я для вас покупал недавно со скидкой за 249 рублей целый набор. Но вам он не зашел. Вот этот, кстати, набор Hasbro набор. Я за ним давно охочусь. И, наверное, за полторы тысячи меня, в принципе, аппарат с игрушками такой устраивает. Вот. Не знаю, брать не брать. Сейчас я подумаю. Пройдусь еще. У нас здесь еще не все вам показало. У нас еще Infinity Nada. Огромная целая стойка. Посмотрите. Обзоры на канале есть с байблэйдами. Дальше. Огромное количество бакуганов просто. Но здесь, к сожалению, очень много старого. Есть, конечно, и новое. Но, мне кажется, старого здесь больше. Дальше у нас... О, это Black версия. Слушай, а может быть мы найдем... Так, это Рэй. Может быть здесь есть какой-то персонаж, который меня заинтересует, ребят? Давайте посмотрим, кто тут вообще есть. Не, одна шляпа. Не, выбрать вообще нечего, к сожалению. У нас есть верно на место. Одна шляпа. Ну, Black серия так всегда, на самом деле. Какие-то магазины, типа Амазона, Азона, они... Ну, не Азона, Амазон просто. Они... Ух ты, что я уронил? Ребята, это знак. Посмотрите, кого я нашел. Народ. Честно. Я даже не знаю, что это. Давайте пойдем, узнаем, сколько это стоит. Но это приколюха. Блин, ну, народ. Ну, вот это офигенно. Это Mandalorian The Child. И, скорее всего, где-то в этом... Ну, куче, в это куче всего. О, Дэдпул так я не могу купить никак. А есть где-то, блин, еще Мандалорец. Но так как здесь все раскидано, непонятно, что есть. Я не смогу, наверное, его найти. А вот ботботсы, кстати, более того, все со скидками. Мне кажется, друзья мои, ботбот со скидками, это всегда интересно. Здесь у нас что? Блин, малыш, он офигенный. У меня из такой серии есть Django Fiat. Но 1300 за маленькую игрушечку я не хочу отдавать. Камон. Дальше. Fusion Max. Они везде. Новые динозавры. Мирюрскую периоду у них творится в отделе продаж совершенно какая-то дичь. Непонятно, к чему эти наборы. Кому они нужны. Постоянно со скидкой. Я не понимаю, честно. Могли бы сделать. То есть игрушек реально очень много было у динозавров. Но, к сожалению, ну блин, они так профыкали все свои возможности. Фигурки по Бентену тоже абсолютно не знаю, кому они нужны. Но, видимо, где-то на Никелодину, на Cartoon Network он идет. Наверное, подразделение России под... Ух ты! Озвучивает, короче. Ребята, посмотрите. Тянущийся с Куби. С Куби-доби-доб. Мой веселый друг. Даем дальше. У нас здесь еще полка с гуджитсу. Огромное количество интересных гуджитсу. Инфинькан продолжается и с этой стороны. Здесь у нас роботы-тоботы. Вот. И вот здесь у нас еще есть трансформеров. Огромное тоже, друзья мои, количество трансформеров. Вот такое, кстати, уже есть на канале обзорчик. Ребята, слушайте, честно говоря, я тут уже устал и запутался, потому что здесь реально очень много всего. Здесь вот ребят... Это мы только шли отдел для мальчиков постарше. Есть еще отдел для мальчиков помладше. Есть еще огромная Барби. Посмотри, ты можешь быть кем захочешь. У нас есть сказочный патруль. Лего. Я всегда отдел для девочек прохожу очень быстро. Вы за это меня ругаете. Но кому? Но здесь столько кукол. Посмотри. Нет, я знаю, кто эти куклы. Я знаю их название. Я знаю, что это сказочный патруль. Это русское производство. Маша, Ларя, Снежка и так далее. У нас Барби огромный. Но я как-то... Ну, вы знаете, к этому отношусь. То есть, типа, если бы я... Если бы со мной был человек, да, разбирающийся больше меня, я бы вам это показывал более детально. А так, я особо не понимаю. Ну, куклы. Вот, ну, Барби. То есть, ну, вот они. Да, вот, типа, еще куклы. Сделай свою Барби. О, Винкс, кстати, я знаю. Винкс это хорошо, это красиво. Всегда было интересно. Вот такие. Но очень, кстати, лица у них непонятные. То есть, да, вот, опять же, вот к девчачьим игрушкам я отношусь абсолютно спокойно. Вот еще и с патруля. Но я уже даже здесь вижу то, что вон там патруль, через три стенда. И вот здесь патруль. Камон, маркеты эти, как они называются, мерчендайзеры. Пожалуйста, сделайте адекватно. Царевна Василиса тоже. Что это такое? Куколки. Очень много. Мы пришли, кстати, сейчас сами в отдел Бэби Бон. Я, наверное, на мальчиках потратил всю свою энергию. На девочек мне никогда не остается. Вот, кстати, что я еще... Ну, короче, очень много. Лол, посмотрите. Все, что вот хочется, все есть здесь. Огромный стенд с Monster High Equestria Girls. Это девочки-пони, которые выросли не в девочек. Дальше у нас огромный стенд Play Doh. Есть патруль щенячий, целые стойкие логотипы. Огромный дядечка, который имитирует банку пластилина. Дальше. Вот что я шел. Интересно. Посмотрите. Очень много интересных фанкопопов. Цена на фанка сейчас одна. Поэтому вот это, да, вот это поворот, ребят. Вот, посмотрите. Рональда Магду... Ничего себе, слушай. А есть посмотреть... Миньоны, миньоны. Смотри. О, ничего себе. Смотри. Гамбурглар, гримас, фран... А где это девочка с крылышками? Вот это вот все. Где это? Ну, короче, фанкопоп тоже очень много. Все интересно, красиво, модно, молодежно. Дальше идем. Здесь у нас пони, шопкинсы. С другой стороны, Сильвайнен Фэмили, кстати, со скидками. Ребята, если кто-то, девчонки, из вас увлекается, пожалуйста, скидки сейчас есть. Можно брать. С другой стороны, мне кажется, есть гораздо больше интересных игрушек, чем брать Сильвайнен Фэмили. Все-таки, мне кажется, это уже, ну, что-то такое старое, устаревшее. Когда-то было модно, потому что не было ничего. Сейчас есть полно всего. Наш, пожалуйста, мультипультишмульти. Много интересных музыкальных игрушек, пожалуйста, красиво. Вот. Дальше здесь... Я не говорю, ходить здесь можно просто часами. Это, наверное, реально самый огромный детский мир в Москве, потому что больше я лично... Я бываю в магазины, я в каких-то мирах захожу, так, для себя, там, посмотреть какие-нибудь игрушечки. Вам почему-нибудь какую-нибудь акцию показать? Но вот здесь реально самый огромный выбор. Плюс здесь есть еще очень много всего для школы, канцелярия и всякое такое. Рюкзаки, то есть тут прям полно, полно, полно. Более того, тебе скажу, здесь есть еще какие-то опыты, мастер-классы, рюкзаки, пазлы красивые. То есть все. Я после этого ролика сейчас пойду в Тойру снимать там видос. Ну, опять, конечно, вы видите, вот тут тележка стоит, вот тут тележка стоит, детский мир, убедитесь, пожалуйста. Вот. Дальше. Много у нас только игр, еще есть самоделки, самоклейки. А что я хотел вам сказать? Потому что я сейчас пойду в Тойру, там такой маленький, миленький Тойру. Вот. И он, конечно, меркнет на фоне того, что можно пойти детский мир. С одной стороны, в Тойру тебе окажут консультации, с другой стороны, нужна ли она, если здесь большой выбор и много скидок. Потому что ты приходишь, ну, допустим, условно, в Тойру, а там, ну, нет того, что тебе нужно. Ты не можешь купить здесь же, ты можешь купить, ну, абсолютно все. Посмотрите, я даже еще половину, наверное, не прошел. Томас и его друзья, огромный выбор. Здесь у нас, ух ты, 45 аксессуаров, Лоу Мэнджи. Это вот интересно. Затем у нас, ну, какие-то вот дешевые штыки, подарочные пакеты, и новогодние всякие разные. Есть машинки. Вау! Народ! Слушайте, ну, вот это вот. Короче, я должен это купить. Это стоит дорого, я не планировался. У меня, короче, я вам расскажу. У меня есть вот задача сегодня, да? Я могу купить либо бот-ботцев, либо малыша йоду. Но пройти мимо back to the... А, подожди, а может она не столько стоит? Давайте найдем сейчас, спросим, у кого она стоит. Слушайте, посмотрите. Мне кажется, Qbyte там уже будет в восторге. Я бы ему, конечно, подарил, но мы здесь не знакомы. Qbyte, напиши мне по-братски. Цены, к сожалению, нет. Но на на Голливуд Райдерс, честно, я даже первый раз так... Я не понимаю, что это такое. А, это DICAS коллектор. Это у меня из такой серии есть Доминик Торетто. Но вот эти три микромашинки у меня... Вот здесь, конечно, пустоватое место. Странно. У меня есть из-за Дубая. Я привозил тогда себе Феррари. И, блин, как же они сделаны великолепно. Сколько бы они ни стоили, я их куплю. Но, конечно, если они будут стоить 2000, я не куплю. Ну, потому что, серьезно, за три машинки 2000 рублей... Да, это Back to the Future. Да, это какая-то джады, чтобы это не значило. Но дороговато. Вот, кстати, здесь есть еще великолепные машинки из сериала в кино. У нас DeLorean, у нас Batmobile. Вот этого не было в кино, не надо обманывать детей. Дальше вот это приколюха. Харли Квинн со какой-то машиной. Дом. Мини Кторетто. Еще Харли Квинн. С другой стороны, у нас где же новые Бэйблэйды? Я все ищу Бэйблэйды. Снова скритчеры, но скритчеры я уже видел. Давайте посмотрим новинки по Бэйблэйдам. Пам-пам-пам-пам-пам. Ничего нового. Все это уже есть на канале. Поэтому я сделал все, что мог. Я пытался. Но нам надо найти. Вот эти еще, смотрите, машинки Hot Wheels, Monster Jam. Все дела, красиво. Нам надо найти пиколку. Пиколка, которая нам расскажет, сколько стоит этот набор машинок. Я, вот, кстати, Team Seasor тоже недавно был обзор. Вы его плохо посмотрели. Больше покупать я их для вас не буду. Но, кстати, вот я для вас нашел... А, подожди. Это та же контора, но это другие, более большие машинки. А где же трассы для микромашинок? Team Seasor, пожалуйста, мне расскажите. Пойдемте искать пиколку. Я знаю, здесь только одна пиколка есть. Она расположена где-то, 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 где-то. Пиколка. Вон она. Я знаю этот магазин. Это вообще мой любимый детский мир, на самом деле, потому что он самый большой. Ну, давайте вместе с вами узнаем, сколько же она стоит. Ну, это прям... Если рублей 500, это будет прям победа. Если дороже, ну, не знаю. Пробуем. Ну, да. Короче, странно. Она стоит 900 рублей, но там был ценник от чего-то другого. Ладно, пойдемте. Покажу вам еще сладкий подарок, который здесь ты видел. Ну, и придется брать, потому что, ну, реально, вот это вот. Я бы еще узнал, есть ли что-нибудь еще из этой серии, потому что Nano Hollywood Riders, это очень круто, но я это взял, вы видели, последнее. И, а где подарки сладкие, не вижу. Не, я видел, я же, я вам сразу их не показал, не снял, а теперь я не могу. А, вон они. Ребят, вон там сладкие подарки, там еще кассы. Нам, в принципе, туда и надо идти. Пойдемте на сладкий подарок. Вот, смотрите, как много всего. Киндеры, сюрпризы, Макси, кстати, со скидкой, но я брал в магазине карусель по 249 рублей. Огромное количество и M&M's, и Twix, и Slime Master, ребят. Поэтому, по поводу детских миров, я уже вам сказал, что такое-то, знаете, как ролики про подфинал года. А в следующем году, я думаю, таких роликов не будет. Ну, потому что, ну, блин, ассортимент, в принципе, одинаковый во всех магазинах. Где-то чуть больше. Вот я захожу, чтобы найти вот такие штуки. Я, даже если я узнаю, что если есть из этой серии еще, я, наверное, куплю только Back to the Future. Потому что буквально вот недавно я пересмотрел этот потрясающий трехсерийный сериал. Ну, здесь написано Гарри Поттер, но окей, все от них совпадает. Но больше я, вот, кстати, еще Diecast, я вижу какие-то тачки. Но это уже не то, что нам нужно. Короче, народ, если вам что-то понравилось, пишите об этом в комментариях. Если вам интересно, чтобы я все-таки в новом году куда-то еще ходил, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, куда мне еще пойти. С вами был Шлюшний Угамов. Всем до сих, всем пока-пока. Шляйх, забыл вообще, пока здесь есть много шляйха. Которые, что такое шляйха, это дорогие, но красивые, интересные фигурки, лошадки, машинки и так далее. Все, всем пока-пока.